Привет, друзья! Может быть, вы не знали, но слово лайфхаки — это не вчера придуманная штука. Наши отцы и деды со времен СССР пользовались ими, но они иначе назывались. Даже печатали специальные книги, в которых были собраны решения простых житейских проблем. В них мы почерпнули несколько способов, которые представим вашему вниманию. Давайте наберем 50 лайков, и мы снимем ролик, который погрузит вас в мир СССР. Мир, труд и май приведут вас в лайфхакерский рай. Итак, давайте начнем! Все майки.ру — один из лучших онлайн-магазинов одежды и аксессуаров с оригинальным дизайном. Огромный каталог принтов, где каждый сможет найти что-то на свой вкус. Футболки, толстовки, кружки, чехлы, рюкзаки и многое другое. Все изделия изготавливаются на собственном производстве и проходят трехэтапный контроль качества. Будь ярким, выражай себя в принтах, дари подарки близким. Заходи на сайт и скачивай мобильное приложение. Для наших подписчиков скидка 10% по промокоду, который вы видите на экране. Ссылка в описании. Ну а мы идем дальше. Модницы советского периода тоже использовали гель для укладки волос. Но из-за неверного планирования производства не всем доставалась заветная баночка. Девушки того времени выходили из положения очень простым способом. Для этого они брали небольшую емкость и, насыпав туда несколько столовых ложек сахарного песка, заливали кипяченой водой. Примерная концентрация раствора составляла 2 столовые ложки на 1 стакан воды. Хорошенько перемешивали содержимое до полного растворения и заливали в пульверизатор. Вот и все. Натуральный косметический продукт готов. И самое главное – без химии. В советское время совместные походы и маевки были очень хорошей традицией. Обязательным блюдом каждого путешественника были консервированные продукты. Но так как путешествие длилось продолжительное время, с них слетала этикетка, и они превращались в однообразные консервные банки. Когда приходило время готовить обед, было трудно узнать, в какой из банок находится требуемый продукт. Достаточно было посмотреть на маркировку снизу, в которой были вбиты не только цифры, но и буквы. А именно, буква «Р» означала «рыбная промышленность», буква «М» – всеми любимая молочная, а буква «А», как бы странно ни звучала, «мясная промышленность». Таким методом можно было выбрать необходимый продукт, не используя метод тыка. В сегодняшнее время практически у всех имеются мобильные телефоны. Поэтому напомнить своим родителям о тех или иных делах не представляет труда. Но тогда главной напоминалкой служила ручка и листочек бумаги. Написанная на листке информация могла не попасть адресату, так как горизонтально лежащий листок могли просто не заметить. Благодаря смекалке деревянная прищепка приобрела еще одно свое предназначение. Достаточно было закрепить записочку с двух сторон прищепками и поставить ее вертикально. Такое уведомление вряд ли останется без внимания, тем более если оно написано ярким кричащим цветом. Если вы заболели, то прием таблеток один из способов вылечиться, но эффективнее будет сделать укол того же препарата. В советское время многие лекарства хранились в ампулах, и чтобы их вскрыть, в комплекте прилагался картонный кругляшок с прорезью. С помощью него делался распил по горловине, и ампула легко поддавалась. Но через некоторое время кругляшок терялся, и вместо него использовали наждачную бумагу. Первым делом необходимо было отрезать небольшой кусочек наждачки и, сложив ее пополам, получить режущую кромку. Проведя ею по горловине несколько раз, можно было легко вскрыть ампулу и не пораниться. А сейчас многие ампулы производятся со специальной окантовкой, которая легко поддается незначительному давлению. Во времена Советского Союза холодильники были настоящей роскошью, и у многих не хватало денег на это чудное приспособление. И тогда можно было попросить подержать продукты в холодильнике у соседа. Если он был забит до отказа, то приходилось искать другой путь. Например, в томатную пасту можно было добавить немножко соли и масла. А если после готовки у вас оставалась половинка лука, то ее тоже можно было намазать растительным маслом. А чтобы сливочное масло не растаяло, его обворачивали в целлофан и опускали в ведро с холодной водой. Вот такие вот дела! Если вам понравился ролик, то мы обязательно поделимся еще лайфхаками из бывшего Союза. Извините, а у вас нет свободного места в холодильнике? Эх! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok